Николай Эрдман, Михаил Больтен. Дурная кровь. Разговариваю с собой, брат, со мной как-то с доктором. Клайный врач второго ранга, симпатичный такой. Скажите, говорю, доктор, а может ли мне что-нибудь от донора по крови перейти? Я к тому спрашиваю, что есть такое выражение. Это у него в крови. Ну да есть, конечно. Так вот, представьте себе доноровой барышни. Такая маленькая блондинчика с кудельками, хохотушка при этом. Ихихи, да хохоха с утра до вечера. Это значит, что у него уже в крови. И представьте себе, вдруг эта кровь попадает ко мне. И я, понимательник, все, ну не горду, хохоха, да хихихи. А мне это, братцы, прямо скажу ни к чему, потому что я гвардий сержант. А доктор говорит, какую-то вы чушь несуспектно несете. Но я все же остался при своем особым мнении, потому что думаю, кровь-то может мне и не понадобиться. А здесь, братцы, случился такой случай. Ранил меня. Лежу я в лазарете, открываю глаза. Лежу. Надо мной валят врач второго ранга. Глядите, говорит, глядите, как кровь действует. Щеки у него прозовели, в глазах, говорит, какой-то блеск появился. У-у-у-у, думаю, значит, это мне вкатили, потому что до сих пор ничего мне не пустило. А тут, глядите, блестит. Иначе, думаю, как это от донора. Братцы мои думают. А может, доноры у меня артистка заслуженные? И появятся у меня теперь самашки заслуженные. У любви, как у пташки и креми и тому подобное. Ну, приятно, думаю. А доктор говорит, для детей улыбается. Ну, поздравляю вас, молодец. Выскочили. Может, слать узнать, чей-то кровь? Доктор желаю. Понимает он записочку и читает. Город Пензек, Леопатра Ивановна, босеврюк. Братцы мои, как услыхал я это, босеврюк, худо мне стало. Доктор, говорю, выкачивайте из меня кровь к чертовой матери. Он говорит, нельзя выкачать. Тогда дайте какое-нибудь противоядие, потому что донор этот, а то не женщина. Это гремучая змея. Это ж моя родная, дитя Клепа из Пензы. А у нее одной злости на 10 тысяч человек хватит. А тот, кто говорит, не знаю, сколько у нее с восемь, должен вам сказать, что кровь у нее замечательная. И я на вашем месте послал ей письмо и даже в ножки поклонился. Но в ножки я, конечно, кланяться не стал. А письмечки все-таки написал. И между нами скажу, братцы мои, там доктор Шнобин говорил чушь насчет моей теории. А я вам скажу о моей теории, так точно. Как дорвался до фронта, ох и зло бы у меня было до сих пор на немцев. Но тут, братцы, понимаете, до того развернулся лупый у нее отзыв направо и налево. Чем больше бью, тем больше слома вылезает. И поверьте моей совести, это не иначе, как злая игрок, дитя Клепа играет. Ну, факт, братцы, факт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!